Наша вера сформировала облик нашего народа, и это вера русская. Чем она отличается от мусульманской? Начнем чуть издалека. Начнем с Авраама. Природные мусульмане изначально это арабы. Мусульманство родилось в арабских краях на Аравийском полуострове. Родилось оно 600 лет после Рождества Христова. 621 год это начало исламского календаря. То есть христианство уже существовало 600 лет, ислам появился на 600 лет с лишним позже. Вот смотрите, я делаю интервью с разными даже спортсменами, ну большими спортсменами, которые достигли очень больших высот. Из них есть спортсмены или главы государств, республик, мусульмане. И через них я также поднимаю нравственные вопросы. Аборты, разводы и так далее. И меня русские общины говорят, как так ты русская, православная, снимаешь этих мусульман. Вот считается ли это грехом? Слушайте, я только что вам говорила сегодня уже. Да. Интервью, которое мы давали с отцом Дмитрием вместе с мусульманином. Я сказал, Господь привел вас, чтобы оставить почитание старших и дети рождения. Просто, знаете, как вышла на меня община, и там русские такие ребята, и начали мне угрожать, что как так, ты ходишь, снимаешь их. А я говорю, да я одобре говорю. Вот за силу... Простите. Да, да, да. Простите. Как они ему так с Иисусу Христу, когда он хранейнку принял и всех римских, он же всех принимал. А они мне говорят, все мусульмане идут в ад. Это как бы... А я говорю, я спрашиваю отца Валентина, отца Серафима. Дело все в том, что куда кто идет, это суд Божий, а не наш. Вот. Больше того, если мы прочитаем Евангелие, то есть там момент почти непростой. То есть осторожно, конечно, я могу относиться, но непростой. Суд Божий, помните, когда сядешь в тебя судить, там ни слова, а вера, Господи. Понимаете, нет? Володь был на кармин. Борина на Псетине, в Тимире с Псетине. Понимаете? Дело все в том, что эти вещи разные. Душа человеческая, человек, его чувства и вероисповедание. Не нужно пить эти вещи. Тогда куда-нибудь деться с словами апостола Павла, вот эти рачители, во всяком народе, товарищи угодные, Бога, приятен ему. Во всяком народе, а народу ведь разное сфере исповедения будет. Так что, апостол Павлу неправду говорил, что? Я передам эти слова. Нет, это апостол Павлу чуть у меня был. Я-то тут ничего. Если они хотят поспорить с одно слово Павла... Больше того, кстати, когда переходит из мусульманства в православие, он от Аллаха не отвлекается, как единого Бога. Это чин православного. Они не знают просто. Да. От Аллаха не отвлекается. От лжепророка Магомета. 1970 год. 20 июля. В Москве в магазинах пластиночный бум. Люди часами стоят в длинных очередях, и каждый мечтает поскорее заполучить заветную пластинку. Ничего подобного не было никогда. Тираж по проданным пластинкам 15 миллионов 795 тысяч. Это абсолютный рекорд в СССР. Автор песен с пластинки – Онегин Гаджи Касимов. Я так больше жить, поверь мне, не могу. Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не назвав мне часа, сказала только жди. И вот с утра волнуясь, я жду у телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Веселый парень из Баку, спортсмен, любимец учителей, поразивший на выпускном своими собственными стихами. Таким 17-летний Онегин отправляется поступать в литературный институт в Москву в 1954-м. Онегин учится отлично и всегда среди сильнейших. Талантливый, энергичный. Он может зарифмовать любую фразу, чем приводит в восторг друзей. Уже издаются его рассказы, стихи. Изрядный пижон, говорят о нем сокурсники. Гаджи Касимов выезжает на гастроли по стране. Давно знакомые места выглядят чужими. Кажется, поезда мчатся по краю пропасти. Остановки на путях дальнего следования оказываются тупиками. Рушится все, что еще вчера составляло смысл жизни. Он пытается найти опору в душе, но там пусто. И он принимает решение. Осенью 1985-го он никому ничего не говоря садится в поезд и едет подальше от шумной Москвы. Выходит на белорусской станции, идет в православную церковь и принимает крещение. Так получилось, что в руки Онегина попала Библия. И он прочитал эту книгу. Все знают, сколько там глав и насколько она велика. Он прочитал в три дня, и у него пропало зрение. Он перестал видеть несколько дней. Он говорит, что я потерял зрение внешнее, а у меня открылось внутреннее зрение. Гаджи Касимов сжигает свои записи, избавляется от всех ценных вещей и около года живет на заброшенной даче. Он отказывается от привычной жизни, вина, друзей, женщин. И с желанием отдать себя без остатка в декабре 1988-го он отправляется в одну из главных православных святынь, в Оптину пустынь, с намерением также отдать все свои деньги монастырю. Теперь каждый его день это приближение к монашескому постригу. Онегину Гаджи Касимову 51 год. Вот и истекли три месяца со дня моего появления в богоизбранной Оптине. Месяц стояния суточного на вратах, месяц отдохновения и еще один месяц различных послушаний. Хорошо, что еще до монастыря начал готовиться. Не спать ночью, ограничивать себя в еде. Все теперь пригодилось. Службы здесь длительные, монастырские. Поначалу сложно. Меня перевели в двухместную келью. Я только-только сейчас начинаю, кажется, что-то понимать, что-то нащупывать. Из письма Онегина Гаджи Касимова Гаджи Касимов проходит испытательный срок и постригается выночество. Позже он принимает монашеский постриг с новым именем Силуан. С 94-го года монах Симон в миру Онегинга Джи Касимов живет несколько лет в Подмосковье. Он снимает комнату в частном доме недалеко от церкви. Вскоре он становится одним из самых известных проповедников. Люди съезжаются из разных окрестностей, чтобы его послушать. И многие после этой встречи кардинально меняют свою жизнь. А кто-то придет в церковь навсегда. Вот смотрю я там некоторые общаются друг с другом друг к другу делают замечания или что-то со злобой делаете нельзя Господь не принимает надо отпустить отпустить ошибаются мы все ошибаемся кто не ошибается да а враг обязательно вот там нас поджуживает вот опять спрашивает о том там говорит и никого не надо учиться надо сказать и с улыбкой с любовью и все вот увидите вот врат если жизнь такая будет вот кто-то обидит вас очень сильно даже вы почувствуете что вот он готов вас даже и ударить и оплевать становись на колени перед ним обними и скажи да ты меня прости и увидите как на глазах тает ничего не сможете потому что внечающее чувство любви оно все опрокидывает враг не может враг все может если нет любви если есть любовь он не может стоять он отлетает это хуже ничего нет для него увидеть интересный случай был когда однажды мы с ним шли зимой была тогда по телевизору программа под новый год старая песня главная и он говорит ты знаешь у меня самого телевизора нет я телевизор не смотрю но за стенкой вот специфика наших домов современных такая что слышно все очень хорошо у меня сосед работает телевизор я услышал свою песню Алешкина любовь по-моему песня называется Иванушкин интернационал пели я услышал и пожалел что я ее написал как ему не понравилось исполнение этой песни не красиво не красиво не красиво не красиво отбивать девчонок у друзей своих отбив отбивай 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 Мама Гаджикасимова родила сына 4 июня в 1937 году накануне столетия Александра Сергеевича Пушкина и в знак любви к русскому поэту назвала его Онегин он вырос в большой дружной семье Онегин третий из четырех детей Юсифа и Михребан Гаджикасимовых его предки врачи ученые артисты дипломаты жил в центре Баку у самого моря мне Онегин первый вот когда наши песни закрутились он мне говорит слушай мы будем получать авторские хорошие а я тогда даже говорю как автор как будем он говорит ну вот поют я говорю ну хорошо на концертах понятно а вот да ты что хоть в Владивостоке будут петь я говорю как в Владивостоке будут петь я буду в Баку деньги получать да я говорю ты что мне не верит нет вот ну потом даже мы приходим там встречи на радио и кто-то из компаний говорит слушайте объясните ему что вообще чем популярнее песни тем больше денег вот ну потом когда действительно стали получать хорошие деньги я ему сейчас говорю Онегин я сейчас вспоминаю как ты меня уговаривал действительно как это популярная песня достаточно во всяком случае в советское время приносило очень хорошие деньги в то время я никогда не думала что ведь своих денег у него нет а никогда мы не предлагали ему ничего и он конечно нуждался в чем-то и если человек приносил что-то и просил молитв его то он никогда себе не брал он был очень такой человек эмоциональный большой эмоциональный много говорил так не уставая прямо а тара-тара-тара-тара-тара с хитрецой всегда смотрел но в ту пору он уже был известным поэтом песенником и действительно успех был у него огромный так как у нас было много денег Онегин деньги все скатывал в какие-то такие знаете у него деньги они не были так пачечкой или как-то уложенной они все были в комках он так вытаскал из кармана кучу скатанных десяток каких-то пятерок вот такая распрямлял и расплакивался в магазине однажды мы с ним шли в метро вдруг он замедляет шаг и останавливается напустил голову я повернулась думаю что-то ему плохо или что-то случилось я говорю что ты отче он поворачивается и говорит ты представляешь сейчас навстречу ушел мой брат и он меня не узнал я конечно не заметила этого человека не обратила внимания постоял некоторое время помолчал мы пошли дальше перед уходом в монастырь Гаджикасимов поехал к родным в Баку он знал что это будет последняя поездка и встреча из письма Онегина брат встретил меня хорошо и даже очень рад может быть эта метаморфоза объясняется тем что я сам очень изменился не дергаюсь не задаюсь веду себя спокойно да это Бог любовь к Богу но она была настолько велика до самоотвержения до самоотречения то есть это как в евангельской притче когда купец продает все что у него есть и покупает одно жемчужное зерно у меня над папой осталось пальто зимнее и я подошла так у меня было стыдно ему предложить я говорю батюшка вот может быть это конечно вы побрезгуете взять пальто зимнее но оно поношенное но вам же совсем не в чем ходить он говорит с удовольствием приму с благодарностью и буду твоим отцам молиться очень очень тяжелые сапоги и немножко тут с трудом он ступал мы тогда еще не знали что у него там кровь в сапогах что у него больные ноги он никогда не обращался к врачу отказывался сказал все пройдет желтый дождь стучит по крышам по асфальту и по листьям я стою в плаще и мокну зря пропадают два билета впрочем что там два билета пропадаю в этот вечер я это вроде бы нетрудно не дождавшись повернуться и уйти хоть дождик льет и льет только сердце шепчет тихо ты уйдешь а в это время вот возьмет она то и придет человек просто открыл для себя другой мир царство света царство радости царство чистоты там нету никакого зла в сознании светских людей бытует такое мнение что в монастырь можно уходить только в случае если не удалась так или иначе жизнь на самом деле это очень серьезное заблуждение в монастырь на самом деле уходят те люди которые либо раскаиваются в грехах то есть они видят свои ошибки видят те свои неправильные действия которые они совершили в жизни и они хотят их исправить и он хотел от жизни либо все либо ничего и я надеюсь что он получил то что он хотел он был очень одаренный поэт-песенник и конечно песни которые были написаны это я считаю на сегодняшний день это шедевры нашего песенной эстрады советской в каждой строчке только точный косу выдел ты поймешь конечно все что я сказал хотел сказать хотел но не сумел в последние годы в последние годы жизни отец Симон в миру Онегин Гаджикасимов тяжело болеет у него прогрессирует онкологическое заболевание он стоически терпит невыносимую боль тогда же он принимает посвящение в великую схему он позвонил как-то нам и сказал что лежит в больнице чувствовать себя нехорошо если у нас будет возможность посетить его что мы приехали посетили мы на следующий день буквально собрались и приехали к нему в больницу он в разговоре как-то спросил так вы приехали в Москву по делам купить что-то там для монастыря мы говорим нет мы приехали тебя навестить и он заплакал его кончина была знаменательной такая была мироточивая икона это икона Божьей Матери умягчения злых сердец семистрельная его духовные чады договорили чтобы эту икону приезли к нему домой где он жил чтобы он перед ней помолиться он обратился к Божьей Матери как живой и сказал владычица забери меня я очень устал и получилось так что через два дня он скончался он отдавал людям очень много любви а получал значительно меньше давайте помогать детям помогать тем кому наверное меньше всего помогают это детям детям Донбасса которые нуждаются в больницах в лекарствах в холодильниках в генераторах и во многом другом вы можете это привести к нам на склад нам в офис вы можете перечислить деньги сегодня важно не пройти мимо наших детей это наши дети достаточно того что мы очень много их убиваем не понимая что это огромный грех давайте хотя бы помогать детям которые нуждаются в помощи сегодня не завтра а сегодня спасибо